Здарова, ребятушки, с вами Мамонт, и в этом видео вы узнаете о том, как читер нафармил неймолос коллекцию. Если что, это самая дорогая коллекция в стендов 2. Свежее новое обновление – киберпанк-ивент на GG стендов. С помощью кибер-коробочек вы добываете кибер-токены, с помощью которых можно покупать оружие для дамага робота-циклопа. И чем больше вы собираете токенов, тем больше ваш приз в виде голды. Давайте откроем парочку коробочек, а ты тоже можешь открыть, так еще и бесплатно, по моему секретному коду в закрепленном комментарии. Открывай коробочку за 0 рублей, копи токены, добивай робота и получай призы. А также, если ввести мой секретный код при пополнении, ты получаешь сверху плюс 35%. Апгрейды, контракты, поддержка работает 24 на 7 – это лучший сайт по коробочкам стендов 2. Если у вас ничего не получилось выбить, не волнуйтесь, каждый ваш рубль дает дополнительные кредиты. Из-за этих кредитов также можно получить классные скины. Я хочу нож и... О, юсп, дигитал барс, неплохой дроп. Ссылочка из секретной коды в закрепленном комментарии. Я решил все выбитое закинуть в контракт вместе с этим юспом. Давайте посмотрим, что у меня оттуда выпадет. И летс гоу, кстати, обновленные контракты. О, сноукаму! Первое – читер, который выбил Чарм В2. Второе – как школьники скамят в ТикТоке. Третье – мега трейд. Четвертое – куда делась акция со Скорпионом и когда он выйдет на рынок. А сейчас слушайте внимательно. Друг софтера пишет про своего друга моему менеджеру. Он играл с софтом, короче, и ему после катки В2 падает. И он перекидывает голду на второй акк, удаляя читы и сбрасывает телефон до заводских настроек. И играет сейчас на честном аккаунте с ножом. Потому что нет смысла играть с софтом, когда у тебя есть топ скины. И скидывает скриншот, как ему на аккаунт с читами выпал Чарм В2. Он был в шоке. Они играли в режим напарники. Спустя один день он скидывает скриншот, как ему забанили и основной аккаунт. Потому что он скинул с читерского аккаунта на основной брелок В2. И его забанили и там тоже. Просто разработчики – красавцы. Я просто не понял логики этого человека. Он оскорбляет разработчиков за то, что они его забанили из-за читов. Он больной на голову. Как вообще земля таких носит неадекватных людей? Вот эти просто... Я не знаю, как сказать. Это просто так противно от того, что человек с читами играет. А потом будет писать разработчикам. Я никогда не скачивал читы, а меня просто так забанили. Я выбил В2 Чарм. И у меня забанили. Вот это 100% вот такие гниды. Ещё и пишут, что Axel Bolt какой-то там плохой. Это даже не смешно. Это кринж, ужасно. Как можно быть таким противным? А знаете, что самое обидное? Что у меня на аккаунте 3000 часов. У моих друзей тоже плюс-минус 3000 часов. И никому из нас не выпадал какой-то неймлес скин. Ну или хотя бы Чармик, там не знаю, брелочек. Такого нет. А читеру, который играет один день с софтом, ему сразу же выпадает брелок В2. Ну это... что это за бред? Не, я понимаю, что это рандом и так далее. Окей, всё хорошо, рандомно работает. Но это максимально неприятно, когда ты играешь, тратишь на игру время. И потом какой-то читер, который играет только один день, выбивает Чарм В2 себе. Мой хороший знакомый, менеджер-друг, нашёл скамера в ТикТоке. И такие скамеры каждый день зарабатывают огромное количество голды. За это им отломают... Кто купит за Доню 500 голды? За 54-89. На самом деле, он якобы донатит. Он делает вид, что он донатит. На самом деле, он отменяет платёж. И не приходит ваши 500 голды на аккаунт. Он заходит на сайт, нажимает оплатить и просто не подтверждает оплату. Деньги вам не... Голда не приходит, просто ничего не приходит. И он получает голдишку. Ну, во-первых, нужно удалить ТикТок. Но если вы не удалили ТикТок, просто не покупайте никогда ни у кого скины в ТикТоке. Потому что это всё скам. Я часто замечаю, что среди подписчиков есть серьёзные донатеры и трейдеры, которые имеют десятки тысяч голды. Как вы знаете, я занимаюсь трейдом на рынке с 2019 года. И имею инвентарь более чем на 3 миллиона голды. Изначально вложив не более 100 тысяч. Я думаю, что каждый из вас хотел бы столько же натрейдить голды. И специально для вас от меня и других профессиональных трейдеров с большим опытом на рынке был создан курс по обучению трейду стоимостью 5К. Но для первых по промокоду мамонтрейд будет скидка на 42%. То есть вместо 5К вы заплатите 2 900. Что ходит в курс. Все участники будут добавлены в общий чат со мной и профессиональными трейдерами. Где вы сможете задать вопросы и мне, и другим трейдерам. Полное обучение трейду с нуля. Более 25 уроков по трейду. Трейд на скинах, наклейках, запросах, инвестициях, граффити и т.д. Каждый день в наш чат будут публиковаться актуальные скины, которые в дальнейшем вырастут. Ссылочка на приобретение в описании. Акция со Скорпион коллекции закончилась. И все такие, аааа, ааа, почему она не вышла на рынок? Разработчики четко сказали, пятый сезон ждите, пятый сезон тогда выйдет. Я об этом говорил в своих роликах. Но почему-то вы не смотрите мои ролики. Вот посмотрите прошлый видеоролик, поза-поза прошлой, поза-поза-поза прошлой. Тогда вы не будете писать какие-то тупые вопросы. А когда выйдет пятый сезон? А каким он будет? А в какую карту отредактируют? Вот таких вопросов у вас больше не будет возникать, если вы посмотрите все мои видеоролики. Для меня очень странно, что в моем телеграм-канале в комментариях спрашивают меня очень странные вопросы. А когда выйдет сезон? А какой кейс уберут? Вот что? Я уже говорил, что Скорпион, я об этом уже снимал кучу видео. Но нет, все равно все задают кучу вопросов. Спрашивают, а что? А когда закончится? А сколько будет стоить? Смотрите ролики повнимательнее. Хочу вам напомнить один интересный секретик. На данный момент на всем моем ютуб-канале очень много разных секретов. И по трейду, и как себя вести в стендовщике, как оккупаться и так далее. И люди просто их не замечают. Они не смотрят старые ролики. Они не пересматривают старые фишки, секретики и так далее. Хотя мой канал состоит из тысячи видео. Тысяча видео на моем канале. И в каждом видеоролике есть очень много полезной, классной информации. Разные разоблачения мифов. Разные разоблачения фейк-новостей. Потому что вот есть люди, которые играют три года в стендов. И говорят, а разработчики руинят скин на рынке. Я когда такое слышу, у меня просто челюсть отваливается. Что ты несешь? Ты где? В какой ты игре находишься? Или часто еще слышу, разработчики себе забирают 20% с комиссии. Зарабатывают на нас 20% с комиссии и с продажи. Я когда это услышал, я сижу и думаю, господи боже. Куда они себе забирают комиссию, если у них и так бесконечность голды. Они себе могут сделать любой скин, даже которого нет в игре. Они же разработчики. Зачем им сдалась ваша комиссия? Комиссию в игру добавили для того, чтобы регулировать голду. Чтобы она не обесценивалась. Потому что чем больше ее, тем меньше она стоит. То есть, если добавляем комиссию в игру, то каждый раз, когда кто-то сливает скин, он теряет 20% своей голдишки. И представьте, скин 10 раз перепродали, куча голды уже вывелась со стендов. У людей как будто нет интеллекта. Они не понимают. Ну, я не знаю. Посмотрите ролики, тогда вы все поймете. Вот, например, посмотрите вот это видео, которое вылезло на экране. Очень классное видео, там очень крутые советы, крутые новости, сливы и секретики. Приятного вам просмотра.